Чё бы полезные насекомые, они собирают гектар и пыльцу с цветов. Если деревня пылить, то оно не даст плодов. Потом пчёлы перерабатывают в пыльцу, в мед и пербу и в прополис. Они живут в лесу или на пасеке у пчеловода. Могут летать до 5 км, запоминают дорогу. Передают друг другу информацию своеобразным танцам. Когда наступает весна, первыми из зульев вылетают пчёлы-разведчики, чтобы умать весные цветы. Если они есть, то они прилетают обратно и сообщают информацию другим пчёлам. И остальные пчёлы летят в этом направлении и собирают гектар. Также у них здесь защитное оборонительное оружие прибежало. Если пчела начинает кусать какого-нибудь врага, то остальные пчёлы тоже начинают кусать. Когда пчела жалит, то она оставляет жало в теле человека и потом умирает. У пчелы есть яд. Если много-много кто ужалит одного человека, то он умрет. В пчелиной семье есть матка, которая откладывает яйца. И потом выводятся личинки. Из личинок куколки. А из куколки новые пчёлы. Также есть трусные конструкторы. Не выполняют никакой работы и облаготворяют мак. Рабочие пчёлы строятся с воска скоты. Производят мёд и кормят личинок. Также они делают пергу и прополис. Прополис – это клейкое мясество, которым они замазывают щели ульи, чтобы не было сквозняка. Прополис является природным антибиотиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова